МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе встречи Джон Уотсон представил главе государства Майкла Вирта, который теперь займет должность главного исполнительного директора компании в феврале 2018 года. Сегодня вместе с президентом мы вспомнили о нашем сотрудничестве. Казахстан и компания «Шеврон» вместе достигли немалых высот. Помимо этого мы обсудили запланированные проекты. Если они будут реализованы, то 35 тысяч казахстанцев получат постоянные рабочие места. В 2016 году «Шеврон» достигла рекорда по добыче нефти и газа. Планируем и в этом году не сдавать позиции. Комитет ООН одобрил резолюцию по Семиплатинскому ядерному полигону, передает казн-форум со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел. Данная резолюция касается международного сотрудничества и координации деятельности в целях реабилитации пострадавшего населения, восстановления окружающей среды и экономического развития семейского региона. Документ поддержали 23 государства мира. Он станет 9-й с 1997 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по нашему региону. В документе признается важная роль правительства Казахстана, которое направляет ресурсы на реабилитацию и развитие региона, пострадавшего от бывшего ядерного полигона. Резолюция также призывает международное сообщество оказывать Казахстану помощь в разработке и реализации специальных программ и проектов по лечению и обслуживанию пострадавшего населения, а также по обеспечению экономического роста и устойчивого развития семейского региона. Принятие этого документа запланировано на декабрь текущего года, и это вселяет большие надежды в жителей нашего региона. Это хороший посыл с одной стороны, а с другой стороны это как бы напоминание тем державам, которые сегодня имеют ядерное оружие, что все-таки последствия они имеются, и сегодня мировое сообщество это беспокоит, и в частности ООН. Сегодня 23 страны поддержали эту идею по дальнейшему продолжению тех проектов, возможностей по оказанию помощи Симпалатинскому региону. Но под Симпалатинским регионом мы подразумеваем не только город Семей, но и те районы, прилегающие к Симпалатинскому ядерному полигону. В этом году отопительный сезон Семей пройдет без осложнений, заявляют представители теплоснабжающего предприятия. Работники теплокоммунэнерго на протяжении всего лета проводили активную подготовку к предстоящему отопительному периоду. Был проведен капитальный ремонт котельных и магистральных теплосетей. Не вызывают беспокойства и запасы твердого топлива. С поставщиком угля заключен соответствующий договор. Проводимая с 2009 года модернизация вывела работу теплоснабжающего предприятия на качественно новый уровень. В рамках 10 проектов, реализуемых по программе Нурлыжол, на котельных города проведен большой объем строительных работ, а также установлено новое оборудование. На эти цели из государственного бюджета были выделены миллиарды тенге. Сейчас проводимая поэтапно модернизация близится к завершению. В этом году будут выделены деньги, и мы завершим реконструкцию РК-1. По ТЭЦ-1 остались буквально пару моментов. В связи с этим полностью все работы по данному теплоисточнику мы закончим в следующем году. В Семее общая протяженность трубопроводов составляет 303 километра. Летом предприятие провело замену проблемных участков городских теплосетей. На эти цели, помимо собственных средств предприятия, были направлены 162 миллиона тенге, которые выделил областной бюджет. По итогам подготовительных мероприятий весь объем финансирования полностью освоен. Положительно решен вопрос и с углем. Напомним, что за зиму город сжигает 358 тысяч тонн твердого топлива. Согласно заключенным договорам, ведется поставка угля на котельные. До конца этого года у нас есть договор САО Каражера. С января мы планируем заключить новое соглашение. По документам они берут на себя обязательство доставить на теплоисточники необходимое количество твердого топлива. В общем объеме 358 тысяч тонн. Улучшаются ситуации по взысканию долгов за полученные услуги теплоснабжения. Если в прошлом году задолженность населения составляла порядка 1 миллиарда тенге, то в этом сезоне эта цифра значительно снизилась. Сейчас дебиторская задолженность составляет 595 миллионов тенге, в том числе долг физических потребителей 450 миллионов. Остальное должны юридические лица. По сравнению с прошлым годом проведена большая работа. В мероприятиях по снижению дебиторских долгов принимали активное участие сотрудники абонентского отдела и судоисполнители. На данный момент теплокоммунэнерго в полной мере обеспечивает отоплением своих потребителей. Надо отметить, что предприятиям также предусмотрены деньги на проведение фасадного ремонта зданий ТЭЦ-1. Сама Цикенов, Дарын Сагитов, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей». Переход казахского языка на латинскую графику обсудили преподаватели вузов, делопроизводители различных учреждений города и ведущие специалисты близлежащих сельских округов. В ходе специального семинара совещания участники всесторонне рассмотрели предстоящие внедрения латинской графики и отметили положительный эффект, который даст проводимая реформа. По мнению представителей высшей школы, это в первую очередь повысит конкурентоспособность нации. Ученые еще раз отметили, что ранее латиница успешно использовалась в Казахстане, о чем свидетельствуют древние печатные издания, храняющиеся в книжных фондах библиотек, а также архивные документы. Также, считают ученые, латинская графика станет важнейшим фактором сближения тюркских народов, где уже применяется аналогичный алфавит. В ходе рассмотрения перспектив перехода на латиницу, участники встречи обсудили практическое ее применение в сфере делопроизводства. Если на сегодняшний день во всем мире проживает порядка 7 миллиардов человек, то из них около 4,5 миллиардов пользуются латинской графикой. Кириллицей, в свою очередь, пользуются только 12 стран. Это свидетельствует о важности предстоящей реформы государственного языка. Как будет дальше вестись дело производства, как будет архивное дело, библиотечное дело вестись на сегодняшнем семинаре, будет все это рассматриваться, будут заслушиваться доклады докторов, филологических наук, профессоров. И я думаю, этот семинар будет очень полезным для многих специалистов в области делопроизводства. К другим новостям. Медики констатируют, в регионе случаев гриппа не зарегистрировано. Тем не менее, врачи советуют не терять бдительность и принимать все профилактические меры. О том, какую угрозу несут инфекционные и вирусные заболевания и как их избежать, говорилось на специальной пресс-конференции. Сезон ОРВИ и гриппа настал и сейчас активно ведется вакцинация населения. На сегодняшний день по нашему городу уже привиты 36 160 человек, или 10,5% от всего населения. Медики настоятельно рекомендуют укреплять иммунитет, в том числе продуктами, насыщенными витамином С. На данный момент случаев гриппа не зарегистрировано. О ОРВИ у нас единичные случаи регистрируются. В общем-то, тяжелых форм заболевания не зарегистрировано. Поэтому основной упор сейчас нужно делать на профилактику острых респираторных вирусных инфекций. В ходе пресс-конференции говорилось также о важности вакцинации против кори и коклюша. Тем не менее, более 11 тысяч детей по республике по решению своих родителей оказались вне этой процедуры. В нашем городе такие факты тоже регистрировались. Но после профилактической работы с родителями дети все же были привиты. В таких случаях, утверждают врачи, необходимо думать не только о себе, но и об окружающих. Потому что если ваш ребенок не получает вакцину, то есть у него нет иммунитета, и ребенок посещает школу, детский сад, а там есть другой ребенок, например, у него тяжелый порог сердца, еще какие-то заболевания другие, соматические. И тот ребенок, если ваш ребенок заболеет, заразит того ребенка, для того ребенка это заболевание может стать очень, так скажем, тяжелым, и может закончиться печально для того ребенка, для близких людей. В завершение встречи специалисты еще раз напомнили, что одним из надежных способов профилактики является ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и полноценное питание. Бренд МакТи уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке чайных напитков. Его богатый ассортимент, начиная от традиционного чая и заканчивая фруктово-ягодными вкусами, радует не только взрослых, но и детей. Компания благодарна своим покупателям и в очередной раз дарит подарки. Анна Чернушко – одна из преданных поклонниц МакТи. На днях девушка купила акционные пакетики чая и решила попытать удачу. Буквально на следующий день девушке сообщили, что она выиграла кофеварку и сэндвичницу. Очень неожиданно, приятно за такие подарки. Очень хорошие эмоции положительные, подарки хорошие. Я узнала про эту акцию, когда ходила в апрель. Я часто здесь закупаюсь и случайно увидела чай про акцию и решила в ней участвовать. Желаю другим, чтобы люди тоже участвовали в акции и получали такие замечательные призы. Еще одной счастливой обладательницей ценного приза стала Евгения Иванова. Ей досталась мультиварка. Все, что нужно для того, чтобы стать участником акции, это купить акционный пакетик МакТи, найти 13-значный код на внутренней стороне и отправить смс с этим кодом, своим именем и городом на номер 7102. Либо зарегистрировать код на сайте www.makti.kz. Победители ежедневных розыгрышей могут самостоятельно выбрать призы из предложенных на сайте кухонных наборов. Выбирай, что нравится. А если повезет, сможете победить в ежемесячном розыгрыше и выиграть главный приз – сенсорную плиту. Вместе с подарками излюбленный бренд МакТи радует любителей чая и своими новинками. На этот раз это обновленный дизайн упаковки, которую теперь украшает казахский национальный орнамент. Промо-акция «Подарки для вашей кухни» от МакТи продлится до 15 декабря. Розыгрыши проводятся каждый день. Ежедневно победителями становятся три счастливчика. Саулей Багалиева, Карятку Жахметов, телеканал «Семей». Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин